Добрый вечер, в эфире «Вести» Карачао-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. В день Конституции Российской Федерации в картиной галерее Республиканского музея открылась выставка «К столетию государственности Карачао-Черкесии», в которой представлены экспонаты, подаренные на разные юбилеи Карачао-Черкесской автономной области. Первым выставку оценили глава Республики Рашид Тимрезов и председатель Народного собрания Карачао-Черкесии Александр Иванов. Фатима Даурова подробнее. На выставке «Приуроченной столетию государственности Карачао-Черкесии» представлены материалы из архива музея-заповедника. Впервые экспонируется подарочный фонд. Основную часть выставки охватывают памятные медали и значки, выпущенные к юбилейным датам Карачао-Черкесской автономной области. На витринах представлены фотодокументальные и книжные материалы, раскрывающие тематику выставки. Организаторы подошли с очень оригинальной дизайн-концепцией оформления экспонатов. Выставка отличается очень интересным дизайнерским решением. Каждый экспонат представлен по-своему. Например, как этот дольмен, который стоит в центре экспозиционного зала, он точная миниатюрная копия тех дольменов, которые находятся у нас в лесокефаре. И каждый желающий может прийти на эту выставку, чтобы узнать хоть какую-то частичку истории своей родной Карачао-Черкесии. Директор Карачао-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника Хаджи Мурат Эльканов рассказал, что к данной экспозиции работники музея готовились очень усердно, перебирая и выбирая нужные материалы из фонда музея, подготавливая и обновляя залы, чтобы зрительное восприятие посетителей увеличилось в разы. Здесь вы видите новый зал, совершенно новый зал, совершенно новые витрины. Всё, что вы видите в этом зале, кроме самих экспонатов, это всё совершенно новое. Интерактивный стол, где посетители в дальнейшем могут увидеть ретро-эспективы, то есть старые фотографии, связанные с столетием Карачао-Черкесской автономной области тогда и сейчас уже современной нашей республики. Первыми посетителями выставки стали первые лица республики. Глава Карачао-Черкесии Рашид Темрезов вместе с председателем парламента республики Александром Ивановым осмотрели экспозиционные залы с интересом, разглядывая предметы истории родной республики. Внимание главы привлёк позолоченный логотип, который был теснён в подножие витрин зала. Это логотип музея-заповедник. Карачао-Черкесский музей сверху из заповедника. И сверху вот эта татуга обозначает храм. Вы знаете, наши храмы, то есть символика наших храмов. Вот здесь залазпи-мородка. Приказ по Карачао-Черкесской автономной области. Вы знаете, наша автономная область была награждена орденом Ленина, орденом Дружбы, Народом. Медалью милейная 50-летию Карачао-Черкесской автономной области. Здесь вы видите от трудящихся кислородских, от старостольских, на различные годы, 50 лет, 60 лет. Посетители выставки также заглянули в отдел культурного наследия Карачао-Черкесии, где представлен уникальный этнографический материал, рассказывающий о культуре, традициях, истории народов, населяющих республику. Старинные предметы и украшения 19 века. Нагрудники, платки, домашняя утварь, фотографии дореволюционного периода. Более 500 экспонатов, выставленных на обозрение, приглашают всех желающих совершить своеобразную экскурсию в прошлое. Ведь машина времени будет открыта для путешественников во времени еще две недели. Фатима Даурова, Руслан Харченко, Вести, Карачао-Черкесия. Сегодня глава республики Рашид Емрезов встретился с председателем Народного собрания Карачао-Черкесии членом Генерального совета партии «Единая Россия» Александром Ивановым. В ходе встречи было принято решение о том, что до конца года порядка тысячи семей из всех городов и районов республики, находящимся в сложной жизненной ситуации, будет оказана помощь в виде продуктовых наборов первой необходимости. К масштабной акции регионального отделения «Единая Россия» будут привлечены волонтерские движения партии и члены первичных отделений на местах. В выходные Рашид Емрезов принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по направлению строительства ЖКХ «Городская среда», которое прошло в формате видеоконференции под председательством помощника президента секретаря Государственного совета Игоря Левитина и руководителя рабочей группы президента Татарстана Рустама Миниханова. Открывая встречу, Игорь Левитин отметил ее активную работу по согласованию показателей до 2024 года и на плановый период до 2030 года. По итогам совместной работы часть предложений рабочей группы включена в перечень поручений президента России, другая часть была направлена в правительство и взята в дальнейшую работу. Участники проинформировали о результатах работы отрасли, в том числе на региональном уровне, о сложностях, связанных с влиянием ограниченных мероприятий по пандемии. А также озвучили предложения для рассмотрения на совместном заседании Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам в декабре. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Сегодня в Карачаево-Черкесии переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до минус 5 градусов. Днем плюс 4, плюс 9. Ночью и утром на дорогах гололедится. Черкесский без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1-3 градуса. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 7. Новогодние скидки до 30%. Куртка в подарок. Спешите до 31 декабря. Ветские меха. ТЦ Панорама. Первый этаж. Город Черкесск. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит. Поставки не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. Сегодня глава Крачева Черкесии Рашид Тимрезов провел совещание оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Он поручил главам районов и городов максимально сосредоточиться на рейдовой работе усилить проверки соблюдения противоэпидемиологических мероприятий на предприятиях общепита торговли в общественном транспорте. Особая зона внимания курорта. Никаких исключений. Руководители и предприниматели, которые не работают с соблюдением всех профилактических мер, должны отвечать по всей строгости закона. И они об этом предупреждены. Подчеркнул Рашид Тимрезов. Он также отметил, что ситуация в регионе остается напряженной. Последнюю неделю наблюдается прирост числа новых инфицированных. Количество госпитализированных тоже растет, но радует то, что медики госпитализируют больных на ранней стадии заболевания, что помогает избежать прогрессирования тяжелых форм заболевания. Контролируется материально-техническое обеспечение ковид-госпиталей. И вести из оперштаба сегодня в Карачао-Черкесии выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 13 559 человек. Из них 12 034 выздоровели, 950 госпитализированы. После введения вакцины они круглосуточно находятся на связи со своим терапевтом. Врач контролирует состояние пациента, отмечая, что небольшой подъем температуры допустим. В процедурных кабинетах Черкеска поэтапно уже проходит иммунизация медицинских, педагогических и социальных работников от новой коронавирусной инфекции. А на этой неделе к вакцинации присоединятся и районы, и медучреждения. Но наряду с этим ситуация в республике остается непростой, но стабильной. Александра Коваленко продолжит тему. Всю историю человечества нас сопровождают различные болезни, бактерии, вирусы. Но мы не беззащитны, утверждает иммунолог. Главный врач детской многопрофильной больницы Тамара Лайпанова. Нам на помощь приходит наш же иммунитет. Иммунная система человека, она эшелонизирована, параллелизирована, дублирована. Есть клетки, которые первые встречают инфекцию. Есть клетки, которые дают информацию иммунной системе, что поступила какая-то новая, неизвестная инфекция. И иммунная система обязательно реагирует. И выработкой антител, и не только выработкой антител, есть так называемый врожденный иммунитет. Он более старый, менее специфичный, но тем не менее реагирует. Берем 100 человек, если из них 95 или переболели, или вакцинированы, то остальные 5 спокойно могут жить, цепочка оборвалась. Цель – оборвать замкнутую цепочку, создать иммунную прослойку населения. Научно-исследовательским центром эпидемиологии имени Гамалеи была разработана вакцина «Спутник ВИГАМ-КОВИДВАК», которая нацелена на спасение человеческой жизни от коронавируса и его последствий. У нас иммунно-биологическая промышленность очень сильная. Когда в 90-е годы военная промышленность начала кастрюли делать, легкая промышленность куда-то делась, появилась турецкая, все ли там еще китайская. И когда тяжелая промышленность пала, иммунно-биологическая промышленность была спасена. Потому что это была важнейшая промышленность страны, потому что это была инфекционная безопасность страны, и это было приоритетным направлением спасли. То есть вот эти SARS-вакцины, MERS-вакцины заказывали вот эти арабские страны именно нашим ученым. Поэтому коронавирусная вакцина не свалилась сверху, она была сконструирована. Да, у этой вакцины есть и противопоказания. К их числу относится непереносимость белка. Противопоказана иммунизация лицам, не достигших 18 лет, и людям в возрасте после 60. Но если человек абсолютно здоров, то после консультации с врачом, возможно, добровольная вакцинация и тем, кому за 60. У нас есть люди, которые прививаются и старше 65 лет. Наши медицинские сотрудники добровольно привились, и у них хорошие показатели. Вакцинация тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию, допустима, но лишь после определения антител на COVID-19 в крови. По медицинским показаниям, методическим рекомендациям Минздрава, по рекомендациям Роспотребнадзора, прививаются люди, у которых снижен уже уровень антител в крови, и в принципе через 2-3 месяца уже можно сделать повторную прививку. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в нашей республике остается сложной, но стабильной. Статистические данные за прошлую неделю привели в Минздраве Карачаева-Черкесии. Количество выписавшихся из COVID-госпиталей республики увеличивается. На стационарном лечении остаются более 900 человек. Новых выявленных случаев в день в пределах 96-98. Борьба с вирусом идет активными темпами. К ней присоединилась профилактическая прививочная кампания. Уже провакцинированы часть педагогов, мед и соцработников. Все эти мероприятия продолжатся на этой неделе в районных медучреждениях республики. С января будущего года уже начнется массовая иммунизация населения. Уже скоро в поликлиниках начнут формировать списки желающих провакцинироваться от COVID-19. А готовы к этому сами жители? Я за, наверное. Потому что надо все-таки это остановить, чтобы какая-то стабильность по этой теме уже, думаю, что прошла. Я, наверное, не буду сейчас что-то потом посмотрим. Но я как бы соблюдаю меры предосторожности. Если предложат, буду прививаться. Я думаю, что если выпустят, меньше люди будут болеть. Прежде чем привиться, я думаю, надо все равно получить консультацию своего врача. Все силы сегодня брошены на борьбу с этим смертельным злом. Сегодня так называют вирус в народе, который уносит жизни людей, наносит увечья. В новом 2021 году вакцина против COVID-19 станет доступна для всех. Поэтому сегодня медучреждения закупают холодильники для транспортировки и хранения нового препарата. Александра Коваленко, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаево, Черкисия. Сегодняшнего дня в России вступают в силу новые правила оформления больничного. Так появится возможность оформлять электроны больничные вместе с бумажным носителем. Бумажный вариант больничного медучреждения сможет оформить по предъявлению удостоверяющего личность документа. При оформлении электронного потребуется еще и СНИЛС. Согласно новым правилам при угрозе распространения заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, оформлять листки нетрудоспособности можно будет дистанционно с помощью телемедицинских консультаций. Также выдавать больничные смогут все организации с лицензией на медицинскую деятельность, в том числе фельдшеры, если на них возложены функции лечащего врача и стоматологи. А так, а вот врачи подразделений скорой помощи выписывать их не могут. Спортивные вести. В Казани прошел чемпионат мира по борьбе на поясах среди мужчин и женщин, в котором спортсмены из Карачаево-Черкесии завоевали пять медалей различного достоинства. В вольном стиле Расул Шедаков и Азаман Татаркулов заняли первое место. Руслан Кубанов стал обладателем бронзы в классическом стиле. Таулан Лайпанов занял второе место и Алибек Татаркулов завоевал серебро. Тренирует спортсменов Дахир Лайпанов, Арсен Токов, Руслан Хватыш, Юрий Меликеров, Ислам Хапаев, Хаджи Дауд, Татаркулов и Расул Чумаев. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Тайны следствия». Алибек Татаркулов